Россия, это город Липецк, центральная чернозёмная полоса. Сейчас мы с моей женой Толганай находимся на уровне бриллиантовых директоров, статус бриллиантовых директоров, и сотрудничаем с компанией Global Trend. В компанию Global Trend я как врач и моя супруга, как предприниматель, мы пришли и на продукцию, и на маркетинг. Но в первую очередь меня заинтересовала продукция. Я говорю про себя. Сейчас, пока вы устраиваетесь, пока настраиваете свою аппаратуру, поставьте, пожалуйста, один плюсик. Если вы пришли, вернее, что вы пришли на продукцию, поставьте два плюсика, то, что вы пришли на маркетинг. И поставьте три плюсика, если вы пришли и на продукцию, и на маркетинг. И мы посмотрим, как это работает. 1-3-1-3-1-3-1-3. Хорошо. Хорошо. Спасибо за участие. Значит, насколько я вижу, и на самом деле, насколько вот это в нашей жизни очень важно, да, просто маркетинг, сам по себе маркетинг без качественной продукции, он не имеет возможности существовать. То есть просто маркетинг – это финансовая пирамида. Деньги на деньги – это харам. Когда есть маркетинг, вернее так, когда есть уникальная продукция, но нет хорошего маркетинга, то эту продукцию очень сложно на самом деле продвигать. И производители, которые её производят, они заинтересованы в том, чтобы расширять своё производство. На месте ведь ничего не стоит. И расширять своё производство они могут, производители, разработчики, да, продукции, высококачественной, уникальной. При том условии, что она будет пользоваться возрастающим спросом. Не просто спросом. Спрос может и падать. Но спрос должен стабильно расти. Тогда что? Тогда производство будет расширяться. Тогда продукция будет усовершенствоваться. Так вот, наша компания Global Trend, сетевая компания, она как раз и работает с такой уникальной, оригинальной, эксклюзивной продукцией мирового уровня. В мире ни у кого такого нет. Я не говорю сверхмирового, я говорю мирового. Потому что мы в этом мире, на планете Земля, живём. Но ещё ни один из, так скажем, производителей, учёных, занимающихся здоровьем человека, не догадался создать такую уникальную формулу, которая применяется у нас. Как в производстве продукции, так и в воздействии на организм. И когда вот там три плюсика, очень много тоже людей поставили, когда люди реально увидели продукцию и к нему увидели маркетинг-план, шикарный просто, то они сказали, да, мы будем сотрудничать с этой компанией. Что значит сотрудничать с компанией? Это значит принимать продукцию в первую очередь. Мы сами ей пользуемся. Почему? Потому что на сегодня здоровье – это самое главное в жизни у человека. Он стоит на первом месте. Если здоровья нет, ничего остальное не в радость человеку в жизни. Так вот, наша продукция относится к пищевой продукции. Это продукт питания. Это не лекарство. И здесь следует всегда помнить, когда вы рассказываете об этом другим людям, что мы здесь никого не лечим. Но, когда у человека есть уже болезнь, и он начинает нашу продукцию принимать, то оздоровление организма, оздоровление организма, мы не лечим болезнь как таковую, диагнозов очень много, помните, да, ведь? Вот. Но оздоровление организма приводит к тому, что болезни начинают уходить, организм от них освобождается. И в основном вот эта наша продукция, компания Global Trend, которую производит компания Spasky Production, да? Производитель Spasky Production, Global Trend Company, это наша с вами сетевая компания, реализует эту продукцию. Продукция называется и выпускается под реализатора, то есть под нашу компанию. Тем самым, что происходит? Во-первых, уровень нашей компании, сетевой компании, Global Trend Company, уровень мировой, и он не снижается, и защищается, защищается, авторитет, качество, и эксклюзивность производителя. То есть подделки нет. Реально нашей продукции нет подделки. Никто еще вот за эти три года, пока работает наша компания, не осмелился выпустить аналогичную продукцию, или даже подобную продукцию. Почему? Потому что это невозможно сделать. Потому что система контроля очень высокая. И в результате вот этого, в результате эксклюзивности и оригинальности, в результате качества высокого и контроля за этим качеством, каждая партия выпускаемой продукции контролируется на ее эффективность. Представьте себе, если, например, БАДы выпускает какая-то компания, она их зарегистрировала, и она выпускает их на основании сертификата вот этого соответствия пять лет. То есть они зарегистрировали название, зарегистрировали товарный знак, и пять лет сертификат есть, выпускают, выпускают, выпускают. Что они дальше выпускают? Это на их совести. В судный день каждый будет отвечать за себя. Так вот, наша компания, что она сделала? Мало того, что она все эти регистрационные, так скажем, моменты прошла, она еще взяла декларацию, таможенную декларацию. И эта таможенная декларация выдается только на основании того, что каждая партия выпущенной продукции проходит контроль качества и тоже сертифицируется. То есть это двойная работа, это реально вот производители, когда мы с ними на одном из на одном из событий встречались, сказали, это мы себе сами сделали дополнительную нагрузку, это и удорожание идет, в смысле средств больше расходуется, да? Хотя мы это не чувствуем, потому что у нас цены фиксированные. И это для производителя. И второй момент, мы не хотим качество потерять. Мы перед Богом ответственны. То есть вот так, нам с вами очень повезло. Хорошо, я поздравляю всех тех, кто пришел на продукцию, поздравляю всех тех, кто пришел на продукцию и на маркетинг. Те, кто пришел просто на маркетинг, если реально вот они, ну пока, или как сказать-то, в начале продукцию не увидели. А их тоже поздравляю, потому что на самом деле наш маркетинг уникальный. И за эти три года, за эти три года существования нашего маркетинга другие компании сетевые уже попытались создать аналогичный маркетинговый план. Новые компании, которые выходят на рынок, они попытались работать, но у них не получается, почему нет такого эксклюзивного продукта, нет такого долгосрочного роста спроса на продукцию. Почему? Потому что эффективность получения здоровья от нашей продукции огромная. Аналогов в мире нет. Вот после такого небольшого вступления мы с вами начинаем разбирать вопросы. Я вам сразу поставил табличку схемы приема бальзамов. Вот шесть форм приема бальзамов. Внизу читайте то, что красным написано. Обязательно. Вообще начинайте снизу читать. Всегда, знаете, раньше, во всяком случае, когда мы работали оффлайн, то есть на больших аудиториях, создается ведь единое энергетическое поле с людьми, которые находятся в аудитории. То есть мы все в едином энергетическом пространстве. Ученые до сих пор не знают, что такое память у человека. Но нет в голове центра памяти, когда человек что-то вспоминает, он подключается к информационному пространству. Это доказано уже? Так вот, когда создается единое энергетическое поле, то мы, взаимодействуя в этом энергетическом поле, начинаем не только общаться вербально, то есть, так скажем, жестами, мимикой, не только словесно, но и начинаем еще энергетически общаться, то есть мыслями общаться, на уровне подсознания. Может, это не все ловят, но это так и есть. И вот на таких встречах я довольно часто говорил, что учитесь читать уже между строк, то есть вот то, что написано на заборе, это не значит, что за забором это есть. И с другой стороны, то, что написано где-то, прочитав между строк, вы более глубокий смысл можете уловить. И поэтому вот этот слайд первый, красивый, на желтом фоне, читайте снизу вверх. Обязательно пить воду из расчета литр на 30 килограмм веса в день. Ну, мы из воды состоим на 80%. Головной мозг на 93, это студень. Представьте себе, ну, если воды нет у человека, он недополучает, ну, какое может быть здоровье? То есть, вот, начинаем с воды. А дальше уже что? Воду пьем 3-6-9 месяцев, всю жизнь воду пьем. А дальше что? А дальше уже берем наши любимые уникальные, эксклюзивные, оригинальные бальзамы, концентрат Павлов Спринг и Монолюкс и уже принимаем. Формы, вот эти 6, почему 6? Их может быть больше. Кто эти формы придумывает? Да люди берут и начинают в каплях принимать. Люди берут, начинают в воде растворять. Люди берут, начинают себе там в глаза капать, в уши, все что угодно делают с бальзамами, с нашей продукцией, да? Примочки делают и горло полощут, я не знаю там. Почему? Потому что он абсолютно безвредный пищевой продукт и нет жесткой привязки к какой-то схеме приема. Вот теперь мы начинаем отвечать на вопросы. Мирзажанова Ханифан спрашивает. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как принимать бальзам при большом АД, при повышенном, ну, при гипертонической болезни, при повышенном артериальном давлении? Принимать бальзам, смотрите, вот шесть вариантов приема бальзама Ханифан. Вы сами можете выбрать. Но опять же, эти варианты, от чего они будут зависеть? Вот смотрите, маленькому ребенку, вы ведь, я не знаю, там три тарелки каши не засунете, у него просто живот раздует, он скажет, ну, куда? Вырвет его. Так и здесь. Чем выше артериальное давление, чем дольше человек страдает, я Ханифе отвечаю, а все остальные слушают и, так скажем, принимают на свой вопрос. Потому что мы здесь не разбираем лечение болезней, диагнозы, а мы здесь принципиально разбираем восстановление здоровья. А восстановление здоровья у человека, оно аналогично происходит. Конечно, есть тонкости, нюансы, особенности, потому что организм у всех индивидуальный, но общие принципы, они остаются у всех. Так вот, при высоком артериальном давлении, при кризовом течении гипертонической болезни, что такое кризовое течение, это большие подъемы, человек вообще падает там 200 с лишним на 140, пускай будет, да, вот. Прединфарктные, прединсультные всякие состояния, при длительности заболевания, то есть 5 лет, 10 лет, 15 лет, Ханифа, слышите меня, да, человек принимает, естественно, какие-то таблетки, то есть мало того, что у него болезнь, мало того, что у него осложнение этой болезни, это я крайний случай говорю, да, плюс к тому еще у человека идет отравление химическое, лекарствами, может быть, даже гормонами, так, конечно, ему сразу по чайной ложке три раза в день давать бальзамы, ну, большого смысла нет, хотя можно, но лучше не рисковать, дайте сразу ему по пол чайной ложки один раз в день, Ханифа, потом дайте ему по пол чайной ложки два раза в день, потом три раза в день, какие промежутки, промежутки вот эти увеличения, да, от недели до трех недель, да, месяца, то есть по состоянию, как постепенно у человека восстанавливается уровень здоровья, он себя лучше, лучше, лучше чувствует, да, так можно дозировочку прибавлять, я имею в виду суточную, и обязательно пить воду, мы с этого начали, и длительно принимать наши бальзамы, потому что организм за один день не может восстановиться, и за три месяца не может восстановиться, и может быть за два года не восстановится, до той степени, которую человек хочет, до того уровня здоровья, который человек хочет этот уровень получить, понимаете, так что вот так, Ханифан, вступите в члены клуба Good People, подпишитесь, получайте рассылку, сейчас уже Роман, это наш директор клуба, он делает уже рассылки наших вебинаров, и слайды посылает, то есть максимально облегчена работа, или вы сфотографируете с телефона, или с компьютера, или вы слайды получите готовые, плюс память у вас остается, то, что вы здесь слышите, плюс еще записи вебинаров, то есть облегчается максимально понимание, прием, так скажем, информации, и дальше вы уже этой информацией пользуетесь, но опять же, с головой, ну то есть всегда надо размышлять, всегда надо к этому прикладывать определенную степень здравого смысла, хорошо? Так что, Ханифа, хорошо все будет, не переживайте. Так, Галина Сая, сложный вопрос, хорошо, сейчас, Галина, посмотрим. У женщины родились двое детей, старшему 25, родился 3149, теперь весит 37 килограмм, рост 140 сантиметров, это 25 лет. И девочке 14 лет, родилась 3100, тоже рост 48, теперь она 29, а рост 120. Им поставили диагноз остеодисплазия, аплазия, они ростом не растут. Сказали, что это наследственное генетическое. если наши бальзамы способны изменить ДНК крови, они могут помочь этим детям? Галина, очень хороший вопрос, и вот те, кто сейчас нас слышит, те, кто сейчас присутствует на вебинаре, значит, вы поймите правильно, наша продукция это не лекарство от смерти, наша продукция это не генная инженерия, наша продукция это пищевой продукт, который что делает? Который восстанавливает обменные процессы в организме. Что такое обменные процессы? Это питание, это питание полезным, выведение шлаков, ядов, токсинов, ну как человек поел и в туалет сходил, да? Обменные процессы предполагают собой восстановление гормонального фона, нормализацию работы нервной системы и, естественно, оздоровление и укрепление иммунитета. Вот в данном случае, да, остеодисплазия, аплазия, что это такое? Это связано с костным мозгом, это недостаточно развиты эмбриональные вот эти зачаточные клетки, которые, что, дают, так скажем, начало всем процессам обменным в организме. Это врожденная патология, наследственное генетическое заболевание. Ну, не знаю, насколько это, ну, врачи поставили такой диагноз, значит, это имеет место быть, помогут ли наши бальзамы, конечно, помогут, однозначно помогут. Другое дело, в какой степени это поможет, помощь придет? Эта помощь придет от наших бальзамов в том плане, что дети будут умственно развиты, адекватно своему возрасту. у них не будет деградации преждевременной. Наша продукция поможет, что у детей не будет развиваться преждевременное старение и угасание функций, в том числе репродуктивной функции. То есть половозрелые они будут и, так скажем, это все сохранится, они смогут иметь детей. Восстановление обменных процессов, я так предполагаю, вот у них в данном случае поможет и вес набрать. А рост, ну, с ростом здесь еще надо заниматься физической культурой. Вот про рост очень много вопросов в последнее время идет, да, по нашим вот вебинарам вопросы-ответы. Для того, чтобы человек рос, нужно физические упражнения. Когда человек растет, когда он двигается, что значит двигается, тянется, когда он плывет, когда он подтягивается, когда он прыгает, когда он бегает, ну, бегает, может быть, не так показательно, но прыгает, волейбол, баскетбол, прыжки в длину, то есть любые вот эти вот, акробатика укорачивает рост, гимнастика укорачивает рост, всякие тяжелые атлетики и прочие укорачивают рост, бальные танцы тоже, они дают возможность расти человеку. То есть вот так. Возьмите это все в комплексе, предложите это все маме, насколько она беспокоит за своих детей, длительно надо принимать, люди уже взрослые достаточно, смотрите, так, 25 лет, а девочке 14 лет, тоже взрослый организм, парню уже можно давать и всю нашу продукцию, концентрат Павлов Спринга и иммунолюкс, и девочке в принципе тоже можно давать, с 14 лет можно иммунолюкс смело давать. Это будет очень мощный, так скажем, толчок, в хорошем смысле этого слова к активизации обменных процессов организма. И иншаллах, все будет хорошо. И опять же, Галина Саая, делайте молитву, дуа, возносите, просите Всевышнего, чтобы он помог с восстановлением здоровья детей. Все будет хорошо. Так, Гузель Сабитова. Добрый вечер. Человек, переболевший ковидом, как долго останется носителем вируса для близких и контактирующих с ним людей. Значит, Гузель Сабитова, человек, переболевший ковидом, он здоровый человек. Какие меры безопасности должны соблюдать живущие с ним рядом члены семьи? Никаких. Может быть, это звучит, так скажем, неожиданно, но если человек болеет, вот он больной, если человек уже переболел и выздоровел, так он здоровый, со здоровым. Какие меры безопасности вы принимаете? Да никаких не надо принимать мер безопасности. Я вам больше того могу сказать. Обследовали американцы, и в России тоже есть такое, в интернете покопайтесь, там все это можно найти. вот я сейчас уже так скажем ссылки не заморачиваюсь, даже не запоминаю. Значит, обнаружили, что бессимптомное течение, бессимптомное течение ковида, это что такое? Это же человек здоровый, это к нему вирус попал, ну и что, у него иммунитет хороший, нет симптоматики, нет проявлений болезни. И бессимптомное течение, это вообще не существующее, так скажем, сочетание двух слов. Бессимптомное течение болезни. Как может быть болезнь, если есть, она с симптомами. Если без симптомов нет болезни, так человек, который бессимптомно в кавычках, болеет в кавычках, он абсолютно не опасен для окружающих, он ничего не выделяет, как он будет, что он будет выделять, когда у него иммунитет все поборол. И переболевший человек ковидом, какой он носитель для близких? Никакой он не носитель, Гузель. Дайте вы близким бальзамы, человеку дайте бальзамы, пусть все бальзамы пьют, иншаллах, все хорошо будет. так, Горелман, добрый вечер, в каком режиме и количестве пить нанобальзамы с заболеванием сахарный диабет второго типа? Сахарный диабет второго типа. Значит, сахарный диабет второго типа или первого типа, или другие заболевания гормонального плана, там, щитовидка, еще что-то. Я сразу обобщаю. Это иммунно-зависимые проблемы. Ученые уже во всем мире установили, что иммунитет ломается. Что такое сахарный диабет сахарный диабет? Когда поджелудочное или недостаточно, или избыточно вырабатывает, вернее, недостаточно вырабатывает инсулин, связано поджелудочное со щитовидной железой, дисбаланс идет. Проявляется это в виде повышения уровня сахара в крови. Вот он, сахарный диабет. Нервную систему сюда еще ученые, очень мощно подтянули, потому что на самом деле это сочетанная проблема. То есть, смотрите, иммунитет сломан, аутоиммунная проблема, гормональный фон и нервная система страдают. Все, триада. и что делать? Ну и попробуйте вы лекарствами, лекарствами, химия и гормоны. Нормализовать работу нервной системы гормональной и обменных процессов в поджелудочной железе. Да не в жизни это не получится. В каком режиме пить нанобальзамы? Вот перед вами горелман шесть режимов в зависимости от тяжести состояния. Если я при гипертонии сказал, что там, например, кризовое течение, тяжелое состояние, надо щадяще подойти, то есть дозировку мизерную сделать, маленькую, с нее начать, то здесь при сахарном диабете выраженные нарушения при гипертонии может быть обострение резкое, угрожающее для жизни, приводящее к смерти больного. При сахарном диабете такого резкого обострения не бывает. Он течет постепенно, длительно, десятилетиями. И здесь дайте вы ему по чайной ложке, например, два раза в день, по пол чайной ложки три раза в день, по чайной ложке три раза в день. Но опять же начинаем снизу. Пьет воду человек, настраивается на длительный прием 3-6-9 месяцев, пьет бальзамы. Начинает с бальзамов, потом берет концентрат Павлов Спринг, потом берет иммунолюкс, и все это в комплексе. И все. Горелма. Иншалава, у этого человека здоровье будет восстанавливаться, самочувствие улучшаться, организм укрепляться, и все будет хорошо. Марина Полежаева. Как пить человеку, у которого кардиостимулятор? Значит, Марина, наша продукция – это продукт питания, это пищевой продукт. Кардиостимулятор – это такой моторчик, это механизм, да, который дается человеку, он или вшивается, или в карман кладется, но это не важно, да, вот. Который что? Который ведет ритм сердца. И кардиостимулятор никоим образом не является противопоказанием для питания человека. То есть человек с кардиостимулятором кушаете два раза в день, три раза в день, пять раз в день, все по-разному кушают, да? Вот. И поэтому противопоказанием не является принимать нашу продукцию по обычной схеме. Человек с кардиостимулятором – это такой же, как мы с вами человек, только у него кардиостимулятор. Всё. Так что не переживайте. И, значит, больше того я вам могу сказать, с кардиостимулятором, когда человек начинает принимать продукцию компанией Global Trend, компанией, у него постепенно сердце, вот эта автономная работа сердечной мышцы, да, автоматизм, ритмичность начинает восстанавливаться. То есть вот так эта помощь очень хорошая, для работы сердца. Проводимость по нервным пучкам сердечной мышцы улучшается. Абдулаева Зумрат. Как пить Павлов Спринг? Как пить Павлов Спринг? Вместе с бальзамами или можно и без них? Тоже принимать за полчаса до еды? Спасибо за ответ. Ну, давайте так. Значит, за полчаса до еды концентрат Павлов Спринг. концентрат Павлов Спринг я вообще рекомендую принимать. Сейчас я табличку поставлю вам. Вот он. концентрат Павлов Спринг. Павлов Спринг. Благоприятно принимать вместе с едой в принципе можно. Но там тяжелее идет переваривание пищи основной. Вода разбавляет это все. Это нормальная физиология относительно обычной воды. А с Павлов Спринг тем более. Это же высококачественный раствор получается. Восстановительный, оздоравливающий. И теперь первая часть вашего вопроса. Вместе с бальзамами или можно без них? Как хотите, это ваш выбор. Мы, например, вот пьем вместе с бальзамами. То есть вы пьете бальзамы по любой схеме, по которой вы решили их принимать. Или порекомендовали кому-то. А концентрат Павлов Спринг вы разводите и пьете его как пищевой режим суточный для человека. Или если вы хотите пить один концентрат Павлов Спринг, пожалуйста, пейте без бальзамов. И пьете вы его тоже как водный режим для человека в течение чего? Дня. Один впрыск на 10 литров, один впрыск на 5 литров или доводите до один впрыск на полтора литра. Полтора литра человек выпивает в течение дня. хорошо, замрад? Так что можно и так, и так. Вообще, я сторонник того, чтобы вместе это принимать. И бальзамы, и концентрат Павлов Спринг, и иммуналюкс. Почему? Они взаимоусиливают действия друг друга. Они действуют несколько разнонаправленно в организме. и у них синергизм, то есть взаимодействие, взаимоусиление. Естественная эффективность восстановления здоровья повышается за счет чего? Ну, за счет, так скажем, вот этого разнонаправленного действия и у человека быстрее ощущается результат. Люди все быстро хотят получить. Но опять же тут смотрите, если тяжелое состояние у человека, да, кризовое течение гипертонии там или у него онкология там или еще что-то вот, там надо, так скажем, аккуратно это все делать. Ну, это вы все будете делать вначале ориентируясь на вебинары, на, так скажем, информацию, которая приходит извне, а потом, когда уже накопите свой опыт общения с этой продукцией, а вам надо самому, самую эту продукцию принимать, тогда уже из своего опыта будете рекомендовать. То есть, интуиция, дело в том, что медицина, это на самом деле не наука, хирургия, это тоже не наука, это хирургия, например, это мастерство и искусство, медицина, это искусство. в каком плане? В том плане, что здесь интуиция должна работать не голова, как счетно-вычислительный аппарат, а именно интуиция, интуиция откуда идет, из сердца идет. То есть, здесь вот какое сочетание. Хорошо? Ну, это другие вопросы уже, но это на самом деле все взаимосвязано. Так, дальше Ольга. Здравствуйте, мужчина 45 лет, болеет ВИЧ, на постоянной основе пьет таблетки, врачи категорически запрещают стимулировать иммунитет. Значит, хорошо, дальше. Он хочет пить иммуналюкс и бальзамы, что делать, если врачи запрещают высочий бы иммунитет? Ольга, я вот уже говорил до этого, вот с такими вопросами людей, вы подключайте на вебинары, пусть они сами послушают, или тогда вы дайте этот кусок вебинара послушать человеку конкретно, что ему отвечают на вопрос. Это закон третьего лица. Так вот, я вам могу вот что сказать. У человека иммунитет повысить невозможно. У человека иммунитет простимулировать возможно, но повысить невозможно. Это разные вещи. Почему невозможно повысить иммунитет? Потому что у человека, у каждого человека свой уровень иммунитета. Представьте себе, бак 40 литров в автомобиле, вы взяли бензин, заплатили за 60 и льете, стоите. куда 20 литров вы вольете? Себе на туфли или на юбку или на брюки? Ну, не влезет туда. Так у человека есть свой уровень иммунитета. Выше никак повысить его нельзя. А вот этот уровень иммунитета, который у человека есть, нормальный для него, мы все разные, он должен существовать. Если ниже, тогда болезнь. если норма здорового иммунитета, то тогда хорошо, все работает нормально, организм защищен. Теперь что такое стимуляция? Стимуляция это как хлистать лошадь кнутом. Лошадь будет скакать, пока не упадет, она сдохнет, загнал лошадь. Организм тоже можно загнать. Стимуляция иммунитета это выжать последние соки из человеческого организма. Человек, мужчина, 45 лет, Оля, он хочет пить ему на люксы бальзамы, сердце ему подсказывает, иммунитет работает, он реально видит, хочу, врачи запрещают. Не надо врачам про это говорить, зачем? Человек сам принимает решение, человек сам отвечает в судный день за свое здоровье перед Всевышним. Судный день будет, знаете, про него забывать нельзя. Так вот, это финал нашего, это подведение итогов всей нашей жизни, даже не смерть подведения итогов, а именно судный день, но это другой разговор. Так вот, пусть он пьет ему на люксы бальзамы, дайте вы ему, вы увидите, какой у него будет результат, потрясающий, хороший. Вы же будете радоваться этому, хорошо? Так что давайте. Вообще доверяйте людям, и люди благоприятно человеку, особенно больному человеку, себе доверять больше, чем кому, чем врачу. Ну, кто лучше знает свою болезнь, человек, который болеет, или врач, который этого человека, ну, обследует, наблюдает, там, разговаривает с ним, конечно, сам больной. Он, может, не знает этих терминов, может, там, не знает всякие фагоциты, там, лейкоциты и прочее, вот, нормы там, этих анализов не знает, но он свой организм слышит лучше, чем любой врач, по большому счету. Так что пусть принимает иммунолюкс, бальзамы, концентрат Павла Встренка, вы увидите, результат шикарный будет просто. Так, Жанн, добрый вечер, гипотиреоз, эльтерокс пьет с 6 до 7 утра. Через какое время можно пить нанобальзам и Павлов Спринг? Вообще, нанобальзам и Павлов Спринг благоприятно пить натощак. То есть, смотрите, человек проснулся, ну, эльтерокс, вот, проснулся, вот, проснулся этот больной, выпил бальзамы, запил Павлов Спрингом, потому что Павлов Спринг, вот табличка перед вами, вы его разводите и пьете как водный режим. эльтерокс выпили и запили раствором Павлов Спринга. Сразу можете пить, потому что наши бальзамы, они всасываются в подъязычной области мгновенно, и они сразу идут в кровь. Кровь структурируется, то есть, приобретает нормальную структуру, текстуру, нормальное состояние, я имею в виду, жидкостной вот этой формы. То есть, даже, смотрите, если мы приняли бальзам и стакан воды выпили, а было сгущение крови, через 15 минут это всё подтверждено лабораторно, это вот в Ютубе покопайтесь, люди сбрасывают результаты, даже записывают это на видео. Сгущение крови, через 15 минут у человека уже кровь нормализуется, уже сгущение уходит с одного стакана воды, 5 литров крови, за счёт чего? Не за счёт того, что эти 250 грамм воды разбавили эти 5 литров, а за счёт того, что биохимические процессы произошли, эритроциты расклеились, что такое сгущение крови? Это что? Это в крови мало плазмы, и из-за этого форменные элементы, в частности, эритроциты, склеиваются в монетные столбики, то есть, они как змеи вот такие становятся. Естественно, у них и транспортная функция пропадает, так скажем, у лейкоцитов и у других пропадает и функция переноса питания и прочее, прочее. А здесь стакан выпил после того, как принял по полчайной ложки бальзамов, и уже смотрите, какой результат. Так что, не принципиально, но лучше натощак пить наши бальзамы, а потом уже принимать элькирокс и все остальное. Хорошо? Так и передайте, Жанна. Инна. Здравствуйте, маме 79 лет, одно ухо совсем не слышит, второе чуть-чуть. Можно ли капать бальзамы в ухо? Как правильно применять? Благодарю. Значит, Инна, в уши, в уши и все остальные, да, слышат? В уши капать можно. Единственное противопоказание это нарушение целостности барабанной перепонки. То есть, если барабанная перепонка целая, то все, капайте смело. Какие бальзамы капать? Все-таки лучше капать, я рекомендую. Вы сами можете какое угодно капать, их любые можно капать. Виталити Люкс. Там больше концентрация коэнзима Ку-10 у бихинона. Он более активно вызывает ответную реакцию со стороны капилляров. Правильно капать? На ночь по одной капельке или вы берете каплю Виталити Люкс, одну каплю стерильной воды, берете, вода для инъекций продается в аптеке, там стерильная, в ампулах, разбиваете ампулу, достаете шприцом оттуда и пипеткой можете шприцом одну каплю капнули водички, одну каплю Виталити Люкс, смешали и по одной капле закапали себе в ушки перед сном. Этого достаточно. Один раз в день перед сном в оба уха по одной капле обязательно внутрь надо бальзамы принимать. Результат будет хороший. Беременность 20 недель, какие бальзамы лучше принимать, в какой дозировке принимать? Дородов, вопросительный знак. Значит, принимать дородов, восклицательный знак, да, утвердительно, дородов принимать. Какие бальзамы? Перфекты Виталити, не заморачивайтесь вы. В какой дозировке? Пол чайной ложки один раз в день, все. Есть возможность пол чайной ложки два раза в день, больше не надо, там вполне достаточно. И для мамы хватит, и для ребеночка хватит. Есть возможность по пол чайной ложки три раза в день принимать, пусть принимает. Но больше, я думаю, смысла нет. Три раза в день это утром натощак, в обед за 15-20 минут до еды, вечером перед сном. Все. Дородов. Родила и послеродов. Кормит ребенка, принимает бальзамы, вообще шикарно идет. И у мамы состояние хорошее, и мама, иншаллах, не болеет, и ребенок хорошо развивается. Сами увидите. Это уже опробовано, это уже установлено, подтверждено. Все. Двигаемся. Да? Помогаем людям. Гульниса. Пью бальзамы десятый месяц, ушли головные боли, перестали болеть колени. Сначала пила в профилактических дозах, сейчас пью утром, вечером парочку, днем под язык, под два вспрыска, уже спреем пользуется, да? По схеме ему налег, в глаза капаю поочередно, но остаются проблемы со зрением. Зрение ухудшается, постоянный шум в голове не проходит, может, другая схема нужна, не надо никакой другой схемы, гульниса. Пейте воду, попробуйте воды прибавить, просто прибавить воды и все, продолжайте пить. Все постепенно у вас, иншалла, будет восстанавливаться. Время надо. Голова, это головной мозг, да? Атеросклероз, это отложение бляшек вот этих, зрения, это и нарушение кровоснабжения сетчатки, и зрительный нерв, и опять же, тот же головной мозг, там, где центр зрения вот этого находится, да? Конечно, это восстанавливается намного сложнее, чем колени. А что такое головные боли? Головные боли, это вообще непонятно, откуда они берутся. Это элементарно какая-то зашлакованность, я не знаю, там, стресс, переутомление может дать головную боль. То есть, это просто уходит все быстро. А уже вот там, где проблема есть такая серьезная, ну, серьезная, насколько, ну, я имею в виду уже развившаяся, вот там время больше надо. И вот у нас схема, смотрите, мы до этой схемы что-то сегодня никак не дойдем. Вот схема восстановления. Вот, пожалуйста, постепенно, постепенно, постепенно качество жизни, то есть, оздоровление организма наступает, вы будете чувствовать себя лучше. схемы менять не надо. Все принимайте, как вы принимаете, иншаллах, все будет хорошо. Здесь мы не можем ускорить процесс, понимаете? Всему свое время. пока, например, не восстановится кровоснабжение сетчатки, глаз, зрение не улучшится. Зрение – это функция, а органика – это кровоснабжение, это биохимия, это физиология. А как мы можем ускорить процесс кровоснабжения сетчатки глаза или восстановления этого зрительного нерва или восстановления работы головного мозга? Мы только можем, что? Постоянством. Но никак нельзя это все ускорить дозировкой. Валентина Ронжина. У мужа и жога. Может, мы неправильно пьем бальзам, и можно сразу после ковида пить только спреи. Дело в том, что и жога – это вообще признак зашлакованности организма и признак нарушения слизистой желудка. Признак нарушения работы печени, дискинезии желчных путей, в кишечнике какие-то проблемы. То есть много причин и жоги может быть на самом деле. И бальзамы пейте. И после ковида, если хотите пить спреи, ну, пожалуйста, пейте спреи. Брызгайте их под язык. Ну, спреи тоже, смотрите, там вот, как рекомендуют производители. От 4 до 5 впрысков тоже там неопределенное количество раз можно делать. ну, в день где-то 5 раз можно делать эти впрыски. Да, это проще, но всё-таки вот есть консерваторы, а есть то самое, кто? Консерватор и прогрессист, да, который, так скажем, за прогресс. Ну, консерватор, он не против прогресса, но он, так скажем, более взвешенно подходит к этому прогрессу. А есть те, кто ломает прям через колено и бегут дальше. Так вот, мы начали работать вообще с бальзамов. Три года тому назад. Я впервые с бальзамами познакомился. Нам только через год дали концентрат Павлов Спринг. Представляете себе? И потом ещё через год дали ему на люкс, но ему на люкс разработали позже. А концентрат Павлов Спринг был сделан раньше, чем бальзамы, но дали бальзамы именно потому, что они действуют мягче. А спреи, они тоже сделаны на основе концентрата Павлов Спринг. И они тоже ближе к бальзамам. Но там насыщенность выше. Их проще принимать, они быстрее действуют. Но я всё-таки рекомендую бальзамами начинать восстанавливаться. А спреи, пожалуйста, спреи, это вот вы принимаете бальзам, допустим, один раз в день, да, а потом где-то вы находитесь вне дома. Вы же не будете эти 100-миллилитровые вот эти флакончики с бальзамами с собой таскать. А он спреи из кармана достал, разбрызнул, всё, пошёл. Работает очень хорошо. То есть это в комплексе всё. Так, Варно Абдулаева. Можно ли лечить алкоголизм? Значит, само слово лечит мы не употребляем, да? Помогает ли наша продукция от алкоголизма? Да, помогает. Каким образом? Не напрямую алкогольную зависимость снимают наши бальзамы, не напрямую снимают наркотическую зависимость наши бальзамы, не напрямую наша продукция от курения человека освобождает. Косвенно. Что значит косвенно? Организм чистится, яды, шлаки, токсины выходят из организма. Кровоснабжение восстанавливается, то есть функция восстанавливается. Насыщение кислородом крови и органов через кровь улучшается. Маленькому ребенку дайте выпить 100 грамм, он умрет. Это отравление организма. Но чем организм более зашлакован, а алкоголик у него же организм зашлакован, у него печенка вообще никакая, тем он больше всяких ядов может принять и не умрет, потому что организм уже адаптирован. но когда человек начинает чистить, восстанавливаться, тогда у него опять состояние вот этого здоровья не будет позволять вот этому алкоголю проникать внутрь. То есть, да, на наших бальзамах, на нашей продукции с алкоголизмом легче справиться. С наркоманией есть у нас результаты? Легче люди уходят, нет такой ломки. Курить бросают вообще за один день. Так что, Барно, пожалуйста, дайте нашу продукцию, человек только спасибо огромное скажет. Так. Смотрите, как быстро летит время. Только недавно мы с вами поздоровались, а уже наш вебинар по времени показывает, что количество вопросов мы ограничим сегодня, как, впрочем, и каждый раз. Ну, у нас каждая пятница ответы на вопросы, плюс еще у нас тематические вебинары. В этот вторник у нас будет очень интересный вебинар сезонные заболевания и продукции компании Global Trend. Я вам рекомендую послушать. Евгения, сестре 65 лет, 100 килограмм вес, переболела COVID. То есть, смотрите, 65 лет это уже возраст, ну, так скажем, пожилой, 100 килограмм это реально ожирение 2-3 в зависимости от роста, да, ну, третьей степени. Вот. Переболела COVID, 2 недели лежала в реанимации, затем 2 недели в палате на кислороде, теперь ноги ватные не может ходить. Сакхар был 26, колит инсулин гормональный, как восстановить, как пить, но на бальзамы. Значит, в данном случае, Евгения, ставлю вам самый первый слайд, сразу дайте ей бальзамы по чайной ложке 3 раза в день. Сразу по чайной ложке 3 раза в день. В воду она пьет, 100 килограмм вес, это, значит, 3 литра. Сможет она выпить, но не сможет, хотя бы 2 литра ей надо пить, это край, чтобы вывести, вывести, вывести последствия лечения, гормоны. У нее гормональный сбой там вообще дикий сейчас произошел, потому что ее лечили и продолжают колоть инсулин от сахара. 2 литра это минимум надо пить воды. 2 недели она пьет по чайной ложке 3 раза в день бальзамы и затем присоединяет себе концентрат Павлов Спринг. И концентрат Павлов Спринг доводит до скольки 1 впрыск на 1,5 литра. Вот согласно вот этой табличке. Каким образом это вы обратитесь к спонсору, вам спонсор все это разжует. Это все рутинная такая информация. И потом по возможности через 2 месяца от начала приема бальзамов дайте ему на люкс. Результат иншала будет очень хороший. И быстро пойдет на поправку ваша сестра. Хорошо? Галина, как можно похудеть на нашей продукции? Мой супруг пьет больше 2 лет, но аппетит позавидует любой. Все бы хорошо, но вес запредельный. Ну, Галина, тут знаете, зависит от человека. Аппетит это понятно. Но надо или значит нафс над человеком берет вверх? Или человек все-таки контролирует свой нафс? Что значит аппетит запредельный? Если человек не может контролировать свой аппетит, ну, мы же больше чем там коровы, например, не сможем съесть по-любому. Надо себя ограничивать. Надо заниматься физкультурой. Обязательно. То есть элементарно, закон сохранения энергии что гласит? Если каждая пища имеет свои калории, да? Вот. И если калории, которые поступают в организм к человеку в течение суток, потому что некоторые ночью даже едят, превышает объем калорий, которые человек расходует в течение дня, ночью-то мы куда бегаем с вами? Только на туалет и назад. Вот. Тогда что? Идет прибавка веса. Если калории уравновешены, сбалансированы, то есть человек поел в течение суток сколько-то калорий и выделил столько же, вес остается на одной линии. Если человек поел калорий, допустим, три тысячи, а выделил калории, сжег калории, избавился от трех с половиной тысяч, что будет с человеком происходить? Да элементарно будет происходить с ним похудение. Ну, то есть здесь надо включить свою волю. Волю к чему? К здоровью. Некоторые спрашивают, я вот к этому значит еще один вопрос Карины и смотрю по времени мы не успеваем больше. Значит вступайте в члены Good People Club, вон кнопка внизу и тогда будете иметь дополнительную информацию. Хорошо. Значит смотрите Галина, вашему супругу обязательно надо соблюдать питьевой режим в течение дня. Литр на 30 килограмм веса. 100 килограмм значит 3 литра с половиной воды пускай пьет по-любому. Физическая активность обязательно это вообще не подвергается сомнению. В виде чего физическая активность? Плавание в бассейне. Это самое так скажем для организма ну легкое что ли потому что в воде вес меньше становится а энергии много расходуется. Ну плавание не лежание на матрасе надувном а именно плавание. Теперь ходьба самая элементарная возьмите вот эти скандинавские палки да пусть он ходит вытащите вы его на улицу ну если человек ничего не делает сидит перед телевизором и кушает хорошо ну конечно там проблема будет с весом. вот ну и зарядка элементарно хотя бы утром там или вечером это не принципиально уже возле стула поприседать там я не знаю понаклоняться в стороны вперед все достаточно вполне и что уменьшить количество принимаемой еды постепенно 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 сама по себе наша продукция она не вызывает похудение она нормализует обменные процессы а когда нормализация обменных процессов происходит шлаки яды токсины уходят организм что организм говорит дай мне полезного если человек привык по объему много кушать так он что он говорит у меня аппетит после ваших бальзамов еще больше стал я в весе прибавил да не после бальзамов ты в весе прибавил а после того как больше есть стал тут надо а вот только включится вот этот ограничительный так скажем рубеж все вес будет нормализоваться бальзамы наши нормализуют вес они его не прибавляют они его не уменьшают они нормализуют обменные процессы наша продукция и в результате этого вес становится таким какой он должен быть при вашей данной конституции ширококосные люди гиперстенники они потенциально больше весом чем остенники узкокосные или нормостенники это у которых вот этот индекс ну так скажем нормальный он у всех нормальный у ширококосных нормальный у остенников нормальный для их конституции понятно теперь поехали дальше Карина появились боли в голове непостоянные пульсирующие в течение месяца пью спрей Павлов спринт почти год страх появился с чем может быть связано вообще никогда не болею просто принимаю нашу продукцию на постоянной основе Карина это очень хороший знак в каком смысле что вот появились вот эти пульсирующие да у вас идет чистка организма вы никогда ничем не болели сколько вам лет вы не написали но наверняка с пищей с водой в течение своей жизни вы получили отравляющие вещества ну сейчас кислотные дожди идут но сейчас пища с ГМО сейчас натуральной пищи практически нет сейчас гормональные сбои идет даже Карина на фоне стрессов особенно у женщин стресс казалось бы ну поволновался и все начинают откладываться соли в суставах камни в желчном пузыре потому что стрессы функция функциональные нарушения ведут к чему к органическим нарушениям через что через бой в гормональной системе ну все у человека взаимосвязано а тем более у женщины и вот это вот непостоянные пульсирующие шум боли в голове вот это связано с тем что у вас восстанавливается кровоснабжение головного мозга у вас какие-то тонкие структуры сейчас зацепились и что происходит перестройка оздоровление прибавьте водички пейте побольше водички будьте побольше на свежем воздухе продолжайте принимать продукцию иншалла у вас будет хороший результат спасибо огромное всем кто пришел на вебинар я вам желаю здоровья успехов счастья в этой жизни следующая наша встреча во вторник по расписанию с огромной радостью опять буду рад видеть вас на нашей беседе всего вам хорошего берегите Продолжение следует...